Всем привет! Здравствуйте! Я Светлана Керимова. Я счастлива приветствовать вас на нашем любимом канале Woman Insight. Сегодня будет очень-очень волнующая вас тема. И мы будем говорить о ресурсном состоянии вновь и вновь, пока вы не пропитаетесь каждой клеточкой и не осознаете глубоко, что именно вы создаете свое ресурсное состояние. Именно от вашего выбора и каждодневного решения зависит это ресурсное состояние. Давайте разберемся, что такое ресурсное состояние и как его создавать. Сегодня будет необычный выпуск, потому что надоел уже мне, и думаю, что надоел вам вот этот формат, когда говорящая голова сидит с вами и разговаривает в любимом офисе Woman Insight. Я сегодня с командой придумала снять для вас скрытой камерой мое выступление на денежном марафоне, в котором я участвовала как один из экспертов, один из спикеров. Поэтому вы сегодня будете наблюдать за мной со стороны и получать ценный контент, классные домашние задания. Поэтому настраиваемся, берем ручки, листики. Обязательно подписка, лайк, колокольчик, и мы начинаем. Что такое ресурсное состояние, по вашему мнению? Как вы понимаете, что вы в ресурсном состоянии? Что такого происходит в жизни или с вами? Или что вы чувствуете? Что такое ресурсное состояние, по вашему мнению? Мне будет очень интересно. Мы увидим разные точки зрения, потому что на самом деле это очень важно посмотреть на все варианты, которые есть и найти тот, который откликнется у тебя в душе. Итак, есть желание и силы что-то делать, и все получается. Супер. Когда горы готов свернуть. Супер. Много энергии. Ощущение легкости в теле. Хочется творить. Хорошее настроение. Есть. Есть. Что еще, девочки? Ресурсное состояние – это для меня, когда есть сила, внутренняя энергия для поставленных целей и задач. Супер. Супер. Вы абсолютно правильно пишете. Вот мы сделали одну такую поправочку, ну как бы, и сразу пошло все хорошо. Интерес и желание жить. Когда интересно, правильно? Огоньки в глазах. Точно. Когда есть много, то есть это, давайте так, ресурсное состояние в первую очередь – это состояние. Это особое состояние. Дальше. Это внутреннее состояние. То есть есть такое понятие, как ресурсы. И мы говорим, три самых важных ресурса, самых ценных ресурса – это время, деньги и энергия. Так вот, ресурсное состояние – это как раз просто состояние энергии, но это внутреннее, не внешнее, оно внутри вас. То есть ресурсное состояние – это в первую очередь состояние. Второе – это внутреннее состояние, то, что мы должны для себя отсечь. И да, это тогда, когда у нас какой-то подъем, у нас какой-то, я прямо себе пометила важный, получается, что это тогда, когда у тебя какой-то подъем, да, у тебя как будто все интересно, все вкусно, все хочется, все нравится, когда ты имеешь, как будто тебе хочется жить, хочется что-то делать. Правильно, девчонки? Возбуждение кто-то написал, да, когда есть возбуждение внутреннее какое-то. Есть. Вы все абсолютно правильно ответили. Я сейчас разложу вам это все в систему. Я очень люблю системы, я очень люблю четкие структуры, поэтому я сегодня дам вам систему, которую использую сама. Итак, мы переходим с вами к нашей теме. Я сразу хочу вам сказать, что я приготовила для вас подарки, и в конце этого эфира вы сможете получить от меня очень полезные, классные подарки, чек-листы, медитации и бесплатные мастер-классы, поэтому в конце я вам скажу, что для этого нужно сделать, чтобы их получить. Я рада, нас так много присоединяется, и мы начинаем. Итак, ресурсное состояние. Давайте мы еще раз подытожим то, что уже сказали. Ресурсное состояние — это, во-первых, состояние души, грубо говоря, да, это внутреннее состояние души каждого человека. И как мы понимаем, что мы в ресурсном состоянии? Мы как будто полны, переполнены, мы как будто идем на подъем, как будто идем на увеличение, мы становимся больше, мы становимся, нам становится интересно, вкусно, ярко и так далее. То есть мы чувствуем подъем. А когда у нас нет ресурсного состояния, мы как будто чувствуем спад. Я вам обещала дать структуру, и она очень будет сегодня простая, и мы будем сейчас обсуждать, что делать и какое домашнее знание, в котором вы уйдете с эфира. И у нас структура будет очень простая. Вам нужно понять, что ресурсное состояние — это состояние подъема на уровне разума. Нарисуйте себе такие три снеговичка, такие три круга на уровне разума, на уровне души и на уровне тела. То есть вам нужно понять состояние наполненности, состояние подъема на уровне разума, души и тела. Почему я делала акцент на «и» тела? Потому что полное состояние блаженства и настоящий секс с жизнью начинается тогда, когда у вас не «или» подъем на уровне разума, или на уровне души, или на уровне тела, а когда у вас подъем. Я вообще не люблю «или». Я не люблю выбирать между чем-то совершенным и прекрасным. А я и к умным, и к красивым. Девочки, поставьте мне, пожалуйста, сердечки, если вы тоже хотите и быть красивой, счастливой женщиной, и строить карьеру или иметь любимое дело, и быть хорошей мамой, и быть счастливой женой. Напишите, кто у нас тоже такие жадные, хотят все и побольше, и сейчас. Есть тут такие? Да, вот наша Елена с Лондона присоединилась к эфиру. Привет, дорогая! Вижу вас, всех знаю. Да, есть такие, кто тоже хочет все и. Поэтому я говорю о том, что вам для полного блаженства, ресурсного состояния, для того, чтобы чувствовать, что вы занимаетесь сексом с жизнью, вам нужно иметь состояние наполненности, как будто подъема и на уровне разума, и на уровне души, и на уровне тела. И вот сейчас мы будем идти по этой структуре, и будем именно это разбирать, именно смотреть, что нужно на уровне разума, что на уровне души, что на уровне тела, чтобы это иметь, а не только хотеть. Потому что мы все хотим, знаете, так хочу снова в Париж, так хочу в Париж, а вы уже были? Нет, я снова хочу, да? Вот примерно многие женщины так и живут. Я снова хочу, каждый год ставлю цели, каждый год мечтаю, но ни хрена не живу жизнью своей мечты, девочки. Бывает такое? Скажите мне, пожалуйста. Так, сейчас мы будем разбирать все эти наши кружочки прекрасные. Хочу всё. Хочу, хочу. Есть. Я сейчас попрошу, Джонни, принеси мне воды, пожалуйста, потому что я не позаботилась о себе как-то перед эфиром. Так, есть такие. Теперь поехали. Смотрим, как сделать состояние подъёма на уровне разума, на уровне души и на уровне тела. Это будет одно из домашних заданий. Напишите себе, пожалуйста, список и отслеживайте каждый день. И вот каждый день, когда вы чувствуете, что вы падаете по тону, вы будете записывать в список, что произошло, о чём ты подумала, что ты сделала, с кем ты пообщалась, что ты ела, возможно, когда и после этого у тебя пошёл спад. Это очень важно. Мы всегда смотрим сначала, что убрать, а потом только что добавить. Есть даже такое направление медицины, когда вы не назначают вам не добавление каких-то лекарств или витаминов, или ещё чего-то, а убирают. Например, это голодание, аскеза, какое-то очищение. Благодарю вас, Евгения. Когда нужно что-то убрать, а не добавить. Слушайте, давайте это запишем. Это очень классный инструмент. Напишите себе, пожалуйста, два таких важных пункта. Сначала смотрим, что лишнее, что убрать, оптимизировать, удалить, делегировать. То есть сначала чистка, а потом только наполнение. Напишите, пожалуйста, для ресурсного состояния, это очень важное правило. Вы всегда смотрите, что мешает, что нужно убрать, и только потом, что нужно добавить для полного счастья. Понятно? Это очень просто. Это точно так же, как в финансах. Все богатые люди мыслят, каждый конец недели, конец месяца, или конец каждого года, они смотрят, что можно оптимизировать, или где можно сэкономить, что лишнее, всегда есть что-то лишнее, что можно убрать, и только потом смотрят, как зарабатывать больше. То есть это в финансах тоже правило действует, которое я вам говорю, и в состоянии ресурсном. Это сначала мы смотрим, что мешает, что нужно убрать, что лишнее, что неэффективное, и только потом смотреть, что добавлять. Вот смотрите, отношения. Отношения, например, с мужчиной, они должны, по идее, усиливать друг друга. Отношения должны наполнять. Отношения это обмен, когда вы усиливаете друг друга своими взаимодействиями. Поэтому, если отношения, это то, что делает вас слабее, выбивает вас из ресурсного состояния, запишите себе, пожалуйста, разобраться с отношениями, в плане, стать профессиональнее в этой области, чтобы отношения меня наполняли, а не выбивали. Просто это задача, это не проблема. Это всего лишь от незнания, от непрофессионализма. Когда я хочу сделать для других и забываю про себя. Точно. Вот, Арина, абсолютно точно. Рутинные дела вас выбивают из ресурсного состояния, Лариса. А вот смотрите, я вам сейчас дам очень полезные данные по поводу рутинных дел. Первое. Любая монотонность, любое однообразие, оно занижает по тону эмоциональному, оно вводит в состояние скуки, оно вводит в состояние такого бессознательного какого-то автоматизма. Любое, рутинное, постоянно повторяющиеся, вообще, ну, как бы, монотонность, любая, она вас опускает по настроению. сто процентов, запишитесь это. Для того, чтобы ничего не мешало моему ресурсному состоянию, мне нужно следить за тем, чтобы в моей жизни было разнообразие и позволять себе вот эти, да, скажем так, эмоциональные, эмоциональные, допустим, разнообразия, в делах разнообразия, в задачах, в целях, во внешнем виде и запомните это, пожалуйста. Да, состояние ресурсное убивает рутина, когда любое монотонное, однообразное в жизни что-то, оно опускает потону и портит настроение. Как вы можете это использовать? Да очень легко. Вы берете себе список, что убивает ресурсное состояние или что меня выбивает из ресурсного состояния. И вы туда вносите, например, рутинно-монотонность. И когда вы чувствуете, что вы поползли вниз по своему состоянию, когда он становится, падает ваше настроение, состояние, эмоции идут такие вниз, вы открываете этот список и делаете как себе чек-лист и проверяете, о, точно, день сурка одно и то же, одно и то же, вот целыми днями, одно и то же, и вот именно это все, а так все у меня нормально, только это меня и выбило. Все. И вы себе уже понимаете, с чем работать. Понимаете? Осознала, значит, на 50% решила. Но по поводу рутинных дел. Сделайте свою рутину ритуалом. Сделайте свою рутину волшебством. Потому что на самом деле, если взять то, я вспомнила, что я себе не рассказала. Если взять то, что я изучаю уже больше 16 лет, я училась в Таиланде у гранд-мастера, у великого мастера Мантык Чи, это создателя системы целительного дао, это мой учитель в даотских практиках, я училась у него в Таиланде, много лет возила туда группы. И я изучала, я изучала тантрические, ведические знания. Я являюсь мастером рейки третьей ступени и целительницей, мой учитель, профессор Хаприд Синхира. И много-много изучала всего в Индии. И я психолог по образованию, и много всего еще. Но к чему я вам это говорю? Все вот эти практики, даотские, ведические, тантрические, рейки, и любой монах, или когда вы едете в ваш храм, в храм, получает свой, в поиске духовного роста, знаете, в чем заключается ваш духовный рост? С чего начинается мое обучение, когда я еду к великим каким-то учителям? Они начинаются с монотонности, с рутины. Каждый день делать одно и то же, называется практика. Это вставать по утрам в одно и то же время, делать практику, медитацию, молитву, делать утренний какой-то ритуал чистоты, красоты, завтракать или питаться простой пищей. И вот режим, режим, образ жизни, вот эта монотонная рутина твоя каждый день, ты просто не тратишь свою психическую энергию, психическую энергию, ты не тратишь, ты не думаешь, ты просто создаешь себе какой-то ритуал, какой-то график для, ну, как бы, свою практику на каждый день, и ты ее делаешь. Например, у меня каждый день английский, у меня каждый день читаю хотя бы час перед сном, я каждый день ложусь в одно и то же время и встаю в одно и то же время. Это же тоже рутина, девочки. Это же тоже рутина, скажите мне. Вы же это понимаете? Знаете, в чем разница между вашей рутиной, которая вас убивает и лишает вас ресурсного состояния, и моей рутиной, из которой я сделала ритуал для духовного роста. Скажите мне, в чем разница? Почему одна и та же вещь? Рутина, да, там, дети, школа, завтрак, уроки, поубирать, постирать, там, или дорога на работу, умылась, умылась, день пролетел, ты опять нанесла макияж, умылась, легла спать. Встала, нанесла макияж, опять умылась, легла спать. То есть одно и то же. В чем разница между тем, что у вас она убивает эта рутина, а для меня это путь духовного роста. Точно! Вы умнички! Вы просто супер! Это отношение. Отношение к этому, а я вам еще добавлю разнообразие в терминологии, смотрите, это решение. Отношение, напишите себе, то есть, скажем так, женщина, которая занимается сексом с жизнью и женщина, которая существует, а не живет. В чем их разница? Разница в точке зрения, точка зрения. Смотрите, я могу тут стоять и смотреть на предмет сверху вниз, это будет одна точка зрения. Я могу стоять вот так и смотреть на что-то снизу вверх, и это будет другая точка зрения. Так вот, нас всех с вами различает только одно. Это точка зрения. С какой точки мы смотрим? Это отношение. Правильно. Это решение. То есть, я решила, что эта рутина, это волшебный ритуал, который делает сильно меня сильнее. Потому что я так совершенствую свою волю, я так качаю свою мышцу решимости. решимости. Это дисциплина, это аскеза, это практика называется. Вот практики, это слово практика. Женские практики, это как раз рутина, девочки. Женские практики, это что-то делать каждый день и постоянно. Ничего не работает, если вы один раз это сделали. работает все только накопительным эффектом, когда вы делаете это постоянно регулярно, это тоже нужно знать для ресурсного состояния. Так вот, я решила, даже не так, у меня есть знания, я знаю, меня этому научили мои учителя. Самое главное, чему меня учили, это терпению, принятию и принимать вот этому состоянию ресурсному. И оно добивается как раз вот этой ежедневной рутиной, когда я нахожу маленькие кирпичики, которые дают мне состояние радости, состояние блаженства и выстраиваю из них дом под названием мой день. То есть, вы можете написать второй список. Это второе домашнее задание на сегодня. То есть, первый список у нас был все то, что высасывает из вас, лишает вас ресурсного состояния, что выбивает вас, что делает вас слабее, что делает вас меньше. Второй список это все, что наполняет вас, все, что дарит вам вот это состояние, когда вы готовы, весь мир вам интересен, вкусный, вам хочется танцевать, присвистывать и напевать. Ой, слушайте, я вам сейчас дам такое определение классное, ресурсного состояния. Я смотрела выступление Славы Полунина, это президент клуба, всемирного клуба дураков, это клоун великий, и я восхищаюсь им, очень много его слушаю. Так вот, Слава Полунин сказал о том, что как понять, чего хочет ваша душа, как понять, что вы правильно думаете на уровне разума, помните, что вы правильно чувствуете и что вы правильно делаете. Это когда вы живете и вам хочется от своей жизни каждый день присвистывать, напевать и пританцовывать. Представьте себе, то есть как понять, чего хочет твоя душа, говорят, мы как раз об этом на уровне души будем говорить сейчас, как понять, чего хочет твоя душа. Если ты от картинки, представляя это, хочешь присвистывать, пританцовывать и напевать, значит, ты услышал звук своей души, мотив, мотивацию, мотив, внутренний мотив, и у тебя всё, именно в этот момент у тебя приходит ресурсное состояние и ты выбрал то, что хочет твоя душа, то есть живёшь от души, скажем так. Это было понятно? Вот присвистывать, вот это состояние, он просто простыми словами присвистывать, пританцовывать и напевать объяснил то, что, например, мои учителя объясняли достаточно сложно, это состояние блаженства, состояние радости, то есть то, к чему мы стремимся. Итак, нас всех сильно отличает то, что мы решили и то, что мы знаем и то, во что мы поверили. По вере вашей да будет вам. И вот вас, рутина, вы поверили, что рутиной, монотонной, скучной жизнью вы живёте, и вас это лишает ресурсного состояния. А меня, вот эта каждодневная рутина, я решила, что это сильнее делает мой дух. Дисциплинируя своё тело, дисциплинируя свой дух, я становлюсь сильнее, мощнее, мой стержень становится более крепким, да, моя сила воли, моя душа достигает совершенства. И это подтверждают многие восточные практики, восточные традиции, религии, философии, науки. Поэтому, девочки, мы после этого блока сейчас с вами берём список нужно составить, что вас лишает ресурсного состояния. Второй список, каждый день наблюдать, что вам даёт вот это состояние, когда вам хочется присвистывать, пританцовывать и напевать. Два списка вести. И в те моменты, когда вам это нужно, вы берёте, открываете, читаете. Список, который вас делает слабее, лишает состояния, и список, который вас наполняет. И используете это. Это называется осознать. Когда вы записываете что-либо, когда вы составляете список, когда вы за собой наблюдаете, когда вы понимаете, что происходит, а потом к этому обращаетесь, тогда вы живёте осознанно, а не просто плывёте по течению, как полиэтиленовый пакет и загрязняете собой природу. Повторите, пожалуйста, ещё раз слова Славы Полунина. Это живите так, чтобы вам хотелось пританцовывать, присвистывать и напевать. Или ваша душа хочет, вы нашли, что хочет ваша душа, или делаете только то, от чего вам хочется присвистывать, пританцовывать и напевать. Как-то так. Или наполните этим больше свою жизнь, чтобы того, что вы хотите, было больше на хотя бы 80%, а того, что надо, хотя бы 20%. Девчонки, это было полезно, вот этот первый кусочек, который мы с вами только что прошли. Смотрите, опять ответ на вопрос, как изменить своё отношение к этому? Принять решение. Вообще решение. Вот у меня недавно в Инстаграме было сториз такое, когда приходит женщина на приём к врачу и говорит доктор, я хочу быть счастливой, я хочу быть счастливой, любимой, я хочу чувствовать себя шикарной, роскошной, невероятной женщиной. И что мне нужно для этого? Что мне принимать, чтобы чувствовать себя счастливой? Она говорит, принимать решение. Нужно принимать решение, таблетки вам не помогут. Что вам помогает именно на уровне разума, на уровне ума прийти в состояние ресурсное? Что вас поднимает? Поехали. Точно Лена пишет про знания. Это вот мой способ. Пишите, нарисуйте, пожалуйста, три кружочка разум, душа и тело. И вписывайте туда секретики, которые мы сейчас будем с девочками вместе создавать. Копилку такую. И вот если вы падаете, то есть мысли дурацкие вам в голову лезут, и у вас падает, скажем так, вера, и вы можете очень спокойно открыть этот список и начать принимать полезные таблетки. Например, знания. Это называется входящий поток. Входящий. Женщины есть те, которые делают много исходящих и мало входящих. Например, они учат, руководят, делятся, советы раздают, но не учатся и не получают качественный входящий поток. Написали себе знания получать качественный входящий поток. Вот Татьяна пишет, прям ловлю инсайты. Татьяна, инсайты, слово инсайт, моя компания называется Woman Insight. И я вообще женщина. Инсайт это мой талант, который подарен мне высшими силами, отцом, творцом. Я ловец инсайтов и я творец инсайтов. То есть для меня самое главное, чтобы у меня каждый день я словила вот это обалдеть, вот это прозрение. Что такое инсайт? Инсайт это внезапная вспышка вдохновения, прозрение, осознание. Это все эти слова, которые переводят слово инсайт. Когда у вас как будто приходит что-то и пробивает вас до глубины души, и у вас прям мурашки бегут. Еще это осознание, правильно? Да, инсайты, но где вы их берете? Я их беру от других людей, от знаний, то есть опять же знания это на уровне разума, окружение, да, люди, с которыми вы общаетесь, инсайты, осознание. Дальше учиться развиваться, да, что еще вам дает ресурс, подъем такой на состоянии, на уровне разума? Что еще? Да, у каждого свое, Татьяна, 100%, учителя, общение, окружение с другими людьми 100%, есть окружение, которое вас поднимает, есть, которое вас опускает, дает ресурс или забирает, однозначно, учиться мы уже обсудили, есть у вас еще идеи, девочки, что нам на уровне разума нужно записать в нашу копилку, что вы будете делать после этого эфира? Отдых на природе, да, но это я бы, Татьяна, смотрите, вот на уровень разума я отнесу так, отдых на природе дает состояние покоя ума, это хорошо, это то, что исключает ресурс на состояние, но отдых на природе это больше у нас дает ресурс на уровне души, творчество на уровне души, Вот это цели и желания на уровне разума. Правильно. Цели и желания на уровне разума. Кстати, пробовать новое — это тоже, Лена, на уровне разума. То, что вам может дать ресурс, дать состояние. Позитивные мысли, например, те же повторения, аффирмации, положительных каких-то установок — это всё на уровне разума. Вы как будто программируете свой разум. Практика. Мышление о создании чего-то. Идеи новые, девочки, дают ресурс. Идеи, когда вы придумываете, как что-то сделать или как что-то создать, это тоже даёт ресурс на уровне разума. Записать в списке дел, разгружать голову. Вы просто супер, Кирилл. Если это Кирилл, это правильно. У меня прямо записано для вас, чтобы я не забыла вам сказать. Я хочу вас попросить ещё сделать один список к тому домашнему заданию, которое мы сегодня с вами уже взяли. Сделать ещё один список. Этот список называется «список незавершённых дел». У меня он есть в телефоне. Мой телефон здесь. В телефоне, в заметках, у меня есть список незавершённых дел. Это самая главная зараза, которая забирает моё ресурсное состояние на уровне разума. То, что выбивает меня из состояния потока и радости. Поэтому внесите, пожалуйста, себе в домашнее задание. Третье – это написать список незавершённых дел. И выгрузить всё из головы. Всё, что вам нужно сделать, позвонить, отнести, починить и так далее. У меня этот список большой. Я выкидываю туда всё, сгружаю, сгружаю, сгружаю всё, что лишнее. И потом я очень критично отношусь к этому списку. Многое из этого у меня есть задача. Вычеркнуть, потому что это нафиг не надо делать. Это непонятно вообще, зачем я это собиралась делать. Многое можно делегировать. А многое можно просто взять и сделать, если на это посмотреть. Поэтому никогда не держите в голове дела, которые нужно сделать. Всегда держите их на бумажке или в заметках в телефоне. Это тоже вернёт вам ресурсное состояние. Абсолютно верно. Так, всё, закончили? На уровне разума у вас есть понимание, как добавить себе, усилить себя и что нужно убрать для того, чтобы не лишать себя ресурсного состояния. Итак, я надеюсь, вам было полезно то секретное видео, которыми я с вами поделилась. И главное, что я хочу до вас донести, что ресурсное состояние, вот состояние, как будто вы полны ресурсов, и у вас такой подъём, и у вас есть много энергии на что-либо в своей жизни, у вас классное настроение блестят в глазах, что всё это зависит от вас, от вашего решения. Грубо говоря, ресурсное состояние — это выбор. Вот как мой внешний вид. Вот буду я выглядеть красиво сегодня, или мне хочется уютно и выглядеть, как страшный покемон. Это как выбор, решение. Я его принимаю каждый день, когда утром просыпаюсь и захожу в свою гардеробную. Понимаете? Точно так же и ваше настроение и состояние — это выбор. Но есть очень важный такой момент, который я не могу с вами не проговорить. Вы прекрасно знаете, что много раз в своей жизни вы принимали решение, выбирали жить жизнью своей мечты. Вы принимали решение вставать на рассвете, делать практику медитации, правильно питаться, вы принимали эти решения, например, быть ласковой и соблазнительной с мужем, выглядеть каждый день круто. Вы принимали решение не орать на детей. Девочки, напишите мне в комментариях, какие вы решения уже принимали. Вы уже писали себе обещания, мечтали быть вот такой. Но... После того, как вы приняли это решение, что-то мешает вам так жить. И что-то мешает вам проснуться рано. Как будто вас что-то мешает вам сделать утреннюю медитацию. Как будто что-то мешает вам питаться правильно. Например, вы обещали себе не есть сладкое, не есть глютен или что-то мучное, но вдруг в рот летит круассан или вдруг из вашего рта летят претензии к мужу, хотя вы себе обещали быть совершенно шикарной и ласковой, внимательной женщиной. Вы вдруг из вашего рта летят крики на детей, хотя вы не собирались на них кричать и так далее. Вам знакомо это? Напишите мне, пожалуйста. Вот ты решила, настроилась, всё там с понедельника, с 1 января, и всё идёт не так. Почему-то идёт по-другому. И как будто внутри вас есть контур намерения, то есть ваше намерение жить жизнью, вашей мечты. Вы что-то себе, намерение какое-то представили, какой у вас будет сегодня день, но как будто внутри вас сидит вторая какая-то Личность, которая делает всё то, что вы обещали себе не делать. Правда? Есть такое? Напишите мне обязательно, осознайте это. Это называется контур намерения. Откуда оно берётся? Оно сидит внутри вас. Это с детства, с прошлых жизнях, с вашего опыта. Какие-то вирусы, программы, установки, что-то, что мешает вам поменять свою точку зрения, поменять свои привычки, и жить так, как ты хочешь действительно. Что-то как будто откатывает тебя назад. Ты не знаешь, как выйти из этого замкнутого круга, и ты всё снова себе решаешь, и опять обещаешь, и опять тебя откатывает в старые привычки. Я хочу вам сказать, что вот если у вас есть такое, вам знакомо то, что я говорю, вам нужно осознать, что вам нужна помощь. У меня тоже много раз в жизни такое бывало, и я всегда ищу знания учителя и наставника, который поможет мне выйти на новый уровень и перезагрузить свою жизнь. Вы знаете, вы уже много раз от меня слышали, что у меня есть волшебный инструмент. Это программа, это такой курс-система, перезагрузка жизни. Перезагрузка жизни — это как раз о том, как я сама когда-то много лет назад выходила из своего личного кризиса, как я пыталась поменять свою жизнь, как я доставала себя из минуса, сначала в нормальное состояние, в ноль, потом из ноля в следующий уровень. А сейчас я каждый год использую перезагрузку жизни, эту технологию, эту систему, для того, чтобы выйти на новый, на новый, на новый уровень жизни. Я делаю одни и те же шаги. И вам, возможно, нужна помощь, и нужно узнать один раз и навсегда, как менять свою жизнь, как перезагрузить свою жизнь, как размотать эти установки, программы и контрнамерения, как их обезвредить, и как создать новую жизнь, новые привычки, войти в новый режим. Поверьте мне, если вы со мной два месяца будете на программе перезагрузка жизни, уже больше шансов, что вы сможете остановить этот замкнутый круг и действительно ваша жизнь больше никогда не будет прежней. Вы, возможно, сможете выйти на тот уровень и на ту жизнь, которую вы хотите. Я просто предлагаю вам свою помощь, потому что я знаю, как это быть одной, пытаться справиться одной, много лет делать что-то, но у тебя ничего не получается, и как будто биться головой об стену. Поэтому я искренне желаю вам принять такое решение, что да, мне, возможно, нужна помощь, и я готова узнать, как системно менять свою жизнь каждый раз, когда мне будет необходим новый уровень. Я предлагаю вам найти под этим видео ссылку, узнать все подробности, получить консультацию совершенно бесплатную со специалистами команды Woman Insight, для того, чтобы понять, именно тебе подойдет курс или нет. И, конечно, присоединиться к тысячам женщин, которые вместе со мной учатся, как выходить на новый уровень, как перезагружать свою жизнь и как быть в ресурсном состоянии. Буду ждать вас, буду рада вам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok